Всем привет, ребята! Привет-привет, ребята! Всем привет, друзья! И мы рады приветствовать вас на Happy Family in Canada! У нас дома. У нас дома. Сегодня тема у нас, мы открываем видео няню, которую мы купили недавно для... Бэби Зараз. Для нашего будущего малыша. Да, вот для этого. Не будем далеко ходить. Мы начинаем. Что же у нас здесь? Небольшая коробка. Я как-то так буду. Сама видеокамера. Фирма ТЭЧ. Ребята, у меня реально телефон. Ух ты! Точно! Две зарядки. Одна в камере, а одна... В дисплее. Вот это дисплей, да? Вот это дисплей. Хорошо. Давай, Антон разберется. Устанавливать на стену, смотря у кого какая установка. Это как телефон. Как ты смотришь вот так, и ты можешь сюда... Да, скажу вот такие небольшие характеристики. Ну, плюс инструкция туда-сюда. На французском, английском языке. Что мы имеем в этой камере? У нас есть угол поворота на 110 градусов. У нас есть доступ с телефоном или местного, как с этого дисплея. У нас будет слежка... Как это сказать? Слежка... За движением. Мошен триггер, да. И поворот камеры на 360. Ну, вот это оно и есть, да? На 360 градусов. А, угол. Угол камеры 110. Камера поворачивается на 360, ну и опускается там. И зум в 10 раз. Плюс у него монитор температуры. А зум я могу уже на дисплей делать, да? Да. Интересно. Плюс у него три уровня звука. Потом всякие колыбельные. Даже есть ночной свет. Ух ты. Подсветка. То есть нам, в принципе, ночник уже не нужен. У нас будет зеркало светить, у нас будет камера светить, если надо будет включить. Вот. Ну и запись Full HD. Угу. Класс. Вот. Пятидюймовый экран. Вот. Все предлагаю отправиться в комнату, на установку и подключение. Угу. Да? Угу. Так, мы планируем камеру поставить здесь на тумбочке. То есть получится кроватка здесь, до трех метров, в принципе. Угу. Должно взять. Настроим угол. Мы положим вот эту игрушку с нашей кровати, чтобы мы видели, насколько она там лежит. Ага. Хорошо. Если нет, другой вариант, мы просто передвинем сюда. Ага. Вот. И будет за ним мониторить. Ух ты, Бози, Бози. Так, сейчас я быстро... Да. А там написано, да? Три метра, да? Можно. Там не ближе одного метра, по-моему. Ага. Ну. Супер. Отодвинь. Да. Да. Так. Все, камера включена. Да. Кулянка, а ну. Мы ее делаем. Ага. Тилт. То есть, смотрите, она ворочается влево-вправо. Тилт вперед. Вот. И свет, наверное... Но свет, наверное, без дисплея все-таки включать. Я не верю, что будет включаться, когда он не нужен. Ага. Поэтому, да. Вам надо очень классно, чтобы вам видно. Вам не видно еще. А что там видно пока? Нет, не видно, надо еще ближе. Идемте проверим монитор просто. Да. Вообще супер. Смотри, да? Классно. Вот игрушка. Вот он лежит. Классно, да. Так. Подождите. Давайте. А что это там говорит? Это мы? Это Мэрик говорит. Сейчас я иду туда, а мы проверяемся. Ага. Давай. Ну, подвиньтесь, пожалуйста. Высечка. Интересно. О, Господи. Так, ты мне говори ниже. Ниже. Ниже, да. Вот так, да. И все. Вот она. Супер. Супер. А я знаю где. Вот. Да. Нет, качество вообще супер. Супер. Да. А Антон, а поставь туда. На саму эту? Угу. Интересно. А, от батареек она не работает? Нет. Нет, хорошо. Ну пусть будет так и то хорошо. Значит, там где вот лежит игрушка будет ребенок. Угу. Звук хороший. А, кто это? Буся может помахать нам. Сказать что-то. Да. Да все. Уляна. Скажи что-то. Там скажи, чтобы мы послушали твой звук. Да. Волос. То есть у нас показывает 70... Вот. То есть мы, как вы поняли, слышим звук здесь. Да. И обратная связь с ним. А там слышно? Нас. Слышите. Скажите что-то. Скажите что-то. А, вот. Слушай. Ну все, не плачь, не плачь. Да, то есть все, друзья, мы разобрались. Значит, смотрите. Ну не меня показывай. Показывай эту штучку. Ага. То есть мы нажимаем ток. Если что-то вот случилось, мы нажимаем. Буся. Буся. Прием. Все. Она нас слышит в этот момент. Ага. Когда надо нажать на кнопочку. Надо ток. Ты нажимай. Вот. Иди к нам скажи. Все. Иди к нам. Выходи. То есть качество HD. Можно записать. Можно подключить к Wi-Fi. Микрофон. Что у нас в меню. Можно поменять. Проиграть ему музыку. Допустим. А какую? Ну вот. Буни. Там музыка. Точно. Классно. Там музыка играет. То есть white noise. Оно. Да. Крикет. Кузнечики. Успокаивающие. Успокаивающие. Звуки. Вот. Что еще? Ну как бы. Смотрите. Можно. Да. Какие есть еще. Функции. Допустим. Сенситивить. Это чтобы он хорошо. Допустим. Слышал. Но громкость увеличить на самой камере. А нету музыки там? Да. Да. Это звук такой. Надо включить его. Ой. Ой. Значит. Что еще можно? Так. Отсюда выйти. Поставить. Допустим. Значит. Что. Какие еще функции есть? Можно поставить таймер. Сколько будет проигрываться музыка. 15-30. 15 минут 30 минут. Час. Или вообще без остановки. Здесь настройки экрана. Night vision. То есть. О. Night vision. Да. Ночью. Можно включить. Можно выключить. Чтобы лампочку эту переключить. Поглядать. Да. Поглядать. Поглядать. Так мы вообще-то для этого камеры есть. Да. Чтобы он там спал. Или на балконе мы поставим. Или здесь. Есть. Были. Наверное мы будем на балконе есть. Да. Мы планируем. Мы планируем коляску на балкон выставлять. Чтобы он спал. Дневной сон. У него был там. Motion alert. Сенситивити. То есть. Motion alert. Интересно. Что это такое. А. Если он движется. Интересно. А ну иди подвигайся сейчас. А ну. А ну давай. Только в камеру не сильно лезь. Да. То есть он двигается. Видите. Подает сразу сигнал. Проснулся. А теперь в бок отходи чуть-чуть. Иди до кроватки самой. До игрушки. В бок отойди. Да. Вот. Подвигайся. Не. Не берет. Не. В бок отойди. И теперь от кровати. Туда. До двери отойди. Еще. До двери. Выйди. Так. Тут надо разобраться. Кстати. Зум. Да. А можно оставить на зум. Или. Опусти вниз. А. Вот. Видишь. Я управляю камеру. Ага. Как? О. О. Ого. Ага. Ага. В смысле? Ну вот. Смотри. А как movement? Да. Кто movement? А я? Ну я думал она. Да. Ну как там она работает. Значит. Смотрите. Нет. Смотрите. Мы можем управлять камерой отсюда. Уже хорошо. Да. То есть влево-вправо. Гуля. Так. Что у нас еще с меню есть? Motion. А. Сенситивити. То есть за движением. Можно увеличить. Если будет резкое движение. То есть он допустим. Ворочается. Температура. Температуру мы переведем. То есть можно поставить температуру. Если у него. Допустим. Сейчас мы в Цельсии. Переведем. Если у него упадет. До. Сколько это получилось? 366. 35. А. Минимум 20. Или может это температура в комнате? Я думаю да. В комнате. Да? Да. Ммм. Тогда возможно. Если температура в комнате. Это хорошо. То есть чтобы было. То есть. То есть нам надо от. Буся. 23. Если выше. И мы поставим. 16. Если ниже. То есть это будет холодно. В принципе. Или 19. 19. Нет. 17 давай. 18 мы вставим. Минимум. 23. Максимум. Да. О да. Супер будет. Что у нас. Значит. Что у нас еще есть. Друзья. Ну это. Экранные настройки. Это. Э. 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 Было слышно. Ну и чтобы не громко было. Э. Что еще. Вай фай подключение. И к телефону подключение. И низкая батарея. То есть. А как долго эта камера может работать. Ну пока в розетке работает. Ага. То есть. Крылосуточно. То есть. Вот она включена. Все. Все. И ты как бы смотришь себе муви там. Э. 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 От фирмы доктора Браун. Я как раз ее принесу. Давай. Никуда не уходи. Не уходи мне. Блин, классная штука, да, Уля? Да. Черт. Было очень странно, когда в момент там никто не был. Ну, брат, ты привидение все ищешься. Итак, друзья, наш подогреватель а-ля стерилизатор фирмы доктор Браун. Приобрели мы в Волмарте за 60 долларов, да? Ну, да. Где-то так, 60 долларов. То есть, старый, кто помнит, у нас был Аван. Да. Мы его сдали. Филипс, Филипс. Аван, да. Да, то есть мы его поменяли на вот этот, потому что здесь присутствует стерилизатор. Два в окно. Для одной бутылочки. Значит, что мы имеем? Коробка. Крышка. Сам чайник. Инструкция. То, что я и хотела, на одну бутылочку. Да, на одну так бывает. В ТОСе этого не было варианта. Поэтому мы купили и попробовали два. И поняли, что этот лучше, а тот сдали просто-напросто. Так, давай неси бутылочку. Мы сразу бутылочка пропустим. Так, друзья, что мы имеем в нашем подогревателе-стерилизаторе? Это сам подогреватель-стерилизатор. Две крышки. Если у вас бутылочки фирмы Доктор Браун, у нас пока бутылочки фирмы Аван. И резервуар. Резервуар написано, что должна идти дистиллированная вода. А то есть у нас с фильтра. Да, мы пока возьмем простую воду, чтобы показать вам, протестировать. Мам, я тебя люблю. И мы тебя любим. Единственный тут небольшой минус. Вот этот вот резервуар. То есть смотрите, как его надо вставлять. Вверх ногами. То есть это надо делать очень быстро. Быстро. И вставили. Открываем крышку. Так, значит, смотрите, друзья. Мы набрали на данный момент 70 миллилитров. Вставляем. Закрываем. А ну подожди. То есть там воды нет, как было в прошлом. Да, он как бы не в воде. Подогрев для бутылочки. Он просто будет, я так думаю, из-за пара. Да, 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 да. То есть здесь мы выставляем. Значит, здесь мы выставляем. Значит, смотрите, друзья. Здесь мы выставляем по инструкции. У нас 70 миллилитров. То есть мы выставляем на 2 минуты, если хотим подогреть комнатной температуры, если было. Если мы взяли с холодильника 3 минуты, если было заморожено 8.45. То есть вот мы отсчитываем. 2 минуты. Нажимаем старт. Все, пошел. Итак, друзья, время подходит к концу нашего подогрева. У нас осталось считанные секунды. Значит, в прошлом Avant Philips был подогрев приблизительно за минуту или что-то такое, да. Но там немного нам не понравился температурный режим. Мы попробовали капнуть, да, на запястье. И да, почувствовали, что горячая водичка была. Значит, все, вот он подогрелся, замигало. Но не подает звук никакого, да? Может, там где-то настройка. Там идет, ну, как бы, кулдаун еще. Вот. Охлаждение. После охлаждения он должен пропекикать. Ага. Ждем всегда. И мы можем, да, до стола. Интересно. Да, а тут прям туда надо было воду налить внутрь. Потом после этого, после подогрева бутылочки, да, выливаешь ту воду с самого прибора. Ну, как-то немножко, да, неудобно было. Этот получше. Ну, хорошо, две минуты подождали. И сколько еще надо ждать? Вот, все, он пропипикал, все. Классно. В принципе, можем... Интересно. А мы эту штучку не вставили. Ну, вставляйте. А, нет, есть она, есть. То есть, смотрите, вот такая штучка вместо прищепки. Мы достаем, достаем бутылочку, открываем. Ну, можно... То есть, вода там, в принципе, есть, но большинство на парону. Давай, тебе и мне. Давай. А мне? Нет, хорошая, теплая. Да, теплая. Супер. А там была горячая вода. Значит, все, вот тепленькая, да. Классно! Ну, то есть, все хорошо. Вот, две минуты готово. А сама бутылочка не горячая? Не, не горячая. То есть, второй тест, это мы проводим над стерилизатором. Выливаем воду. Бутылка на этот раз переворачивается, ставится вниз. Ага, просто. Соска сверху. Закрываем. Угу. Включаем. Нажимаем градусник. Шесть минут идет пар. Угу. Включаем. Все, ждем, пока парится. Но вам не обязательно с нами ждать. Мы вам покажем уже в конце. Эту штуку мы можем... В путешествии, да? Эту штуку мы тоже можем брать в путешествия. Так как у нас есть переходник в машине, мы можем подключать в розетку, то, в принципе, мы так делали. Что мы делали? А, матрас надували, да? Да. Буся, ты представляешь, сколько тебе надо еще научиться? Ну. Будешь помогать нам, да? Да. Ну. Я буду гальфовать. Да? Молодец. Все ждем. Ну, что там у нас? Так, все, друзья. Значит, процесс стерилизации завершен. Сейчас проходит охлаждение. И мы потом откроем, ну, и посмотрим, как бы... По идее, должно быть все чистое. Вся вода с резервуара почти ушла. То есть хватает приблизительно на раз подогрева и... Помыть бутылочку. ...простерилизовать, соответственно. Вот, в принципе, ну, на что и надо. Да. Что спать? Да, предлагаю выложить на салфетку. Как случилось? О, ты спустя месяц спрашивай. Молоток упал. Молоток упал. Да. Так. Опять ждем сигнал, правильно? Ждем сигнал. Да, он выключается. То есть он сейчас немного охлаждается. Но все равно будет горячее. И сюда вставай. Так, Бусь. Да. Вот, то есть есть... Вот, видите? Можно заглянуть... А, камера запотеет. Нет, да, видно, видно. Наберем за эту штучку. То есть оно еще горячее. Вот даже мне тебе как бы горячо держать. Осторожно. Воу! Ну, как-то так. То есть, но все равно мы чуть-чуть... Да, даже бутылка горячая. А если бутылочка побольше будет, она туда влезет? Влезет. То есть у нас большая емкость. Ага. Да. Тут рассчитано для стандартных бутылочек. То есть, смотрите, все горячее. То есть, или мы там охлаждаем, потом вылаживаем, чтобы не опеклись. Потому что safety-то уже надо. Да, вообще. Не, удобно. Чем греть в кастрюльке, воду бросаешь туда. Не, супер-супер. Поэтому, друзья, это была презентация нашей видеоняни, нашего подогревателя а-ля стерилизатора. А сейчас мы едем за яицей. Куда? За пиццей? Ну да, нам же с гимнастики надо забрать пиццу. А вы что заказывали? Мы же фандрайзинг делали. Ты пуся. Чтобы и пицца нам должна прийти. Да, сейчас поедем. А мы будем вам показывать? Ну, покажем сейчас. Мы готовить не будем. Мы просто покажем, сколько коробок. Я не помню. Мы заказывали два месяца. А мы что, можем готовить? Она не такая, как обычным покупам. Ее надо колбаску разложиваешь отдельно. Томат намазываешь отдельно. Сыр насыпаешь отдельно. Ну, мы покажем, что мы заказали. Я знаю, мы должны поделать свою пиццу. Да, но ингредиенты уже там, да. Так, ребята, подъезжаем мы к нашему спортивному комплексу, где Ульяна занимается гимнастикой. Напоминаем, что мы купили... Пиццу. Пиццу. Это идет, друзья, условия... Контракта. Ну, как бы не контракта. Мы там ничего не подписываем. Не, но у нас фандрайзинг обязательно идет. Правильно, обязательно условия, что Ульяна ходит на гимнастику, потому что это идет неприбыльная организация. Так как неприбыльная организация, они вот создают такие вот фандрайзинг, типа благотворительные продажи и все такое, которые идет на нужды клуба потом эти деньги. То есть мы как бы еще помогаем. Мало того, что мы платим помесячно, мы еще помогаем... Это спонсоры. Да, ну, как бы спонсоры. Да, это компания Пиццы. Это спонсоры, которые помогают клубу. Да, они процент потом клубу отдают, денег и все. Ребята, покажу себя немножко. Вот, Антон пошел, мы остались в машине, ждем его. Наш заказ. Мы же, да, не помним, что там позаказывали, но покажем вам. Приедем домой, все покажем. Вот, нам еще осталось совсем немножко. Подготовка к родам почти завершена. Вот. В общем, все ждут с нетерпением появления нового члена семьи. Не, не говори сроки. В общем, все в ожидании. Чудо, да? Да. Хочется братика уже увидеть? Скоро, 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 скоро. Хочется уже братика увидеть, да? Да. Напоминаем, мы решили его назвать как? Илья. Да. Ульяна Илья. Итак, друзья, значит, мы быстренько вам покажем, что у нас в этих наборах пиццы. Ух ты. Так, что мы имеем? Картинка, как выглядит пицца. Это по хороне, да? Да. Типа, смотрите, что здесь, какое условие есть. Продай 100 таких пачек и получи 75 долларов в бонусе. Стоит, не стоит? Одна такая коробка 30 долларов. Это Экзельта, наверное, так и зарабатывает. Нет, это дельмоши для пиццерии. А, точно, Экзельта так и зарабатывает. То есть смотри, сколько они продали. Они нам продали. Всем, да, типа, якобы Экзельта всем продала. Не мы пошли онлайн, сами заказали, а Экзельта не будет. Да, ну, в общем, система здесь такая. Значит, что у нас есть? Не будем отвлекаться. Сыр. Коржи сначала. Так, давайте не будем слушать меньше. Сыр. Коржи. Сколько коржей? Ох ты, это не кемяненькие. Папирони. Это папирони. Три пачки. А, вот, на каждый корж отдельная пачка колбаски. И три пачки томата. И сыр. Хорошо. Все понятно? Все быстро, все понятно. То есть размазываем томат, ложим папирони, сыпем сыр. Сыр, я думаю, мы будем сыпать экстра. Или пробовать другой томат. Возможно, томат может не зайдет. У нас есть, кстати, у тебя соусы, что мы наборщим. Да. Мы можем еще их не попробовать. Мы вот это попробуем. Потому что здесь такой стандартный. Ну что, будем смотреть другие коробки? Ну что, будем прощаться? Нет, другие. Ой, ребята, ну что вы. Так, это пицца с колбасовой. С папирони. А что, есть разница? Колбасу не называют. Была бы колбаса, назвали бы колбасу. А так называют папирони. Так это? Сыр. Сырная пицца. Что мы имеем? Сыр. Тоже три коржа. Три коржа. То есть все то же самое, что в папироне, только без папирона. Да, может мы сегодня поем вот эти пиццы? Да, мы... Вот если мама сейчас наберет сил, нам приготовить. Приготовлю. Ты приготовишь, да. Пицца у нас сегодня на улице будет. Отдельно на папироне, отдельно на каждую пиццу томат. Да, удобно. А сыр уже распределяй сам как хочешь. Ну да. В принципе, как и папироне. Да. Один пакет на девять пицц. Типа по три кусочка. Каждая пачка, напоминаю, в районе 30 долларов. Значит, напоминаю, в среднем пицце 27-29 долларов. Здесь у нас хлебцы мы взяли. Типа итальянские. Мы просто сыпем сыром, ставим в духовку. А что это? Горчица или что? Гарлик. Гарлик баттер. О, то есть мы льем сыр в духовку и все, можно... И вот эти еще. Где ты их находишь? Итальянские. Да, типа сезонный микс. И все, и вечер удался с приятным просмотром фильма. Ребята, мы дали пробовали вот эти... А кому пробовали мы в прошлом году? Да, но не итальян. Но мы такое не заказываем. Мы где-то покупали, может, в пиццерии просто. Поэтому все, на этом все. Наше видео подошло к концу. Всем приятного было просмотра. Всего вам хорошего. Ну, Буся. Всего вам хорошего. Это фортептан. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Ребята, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы даже одно видео не пропустить. И колокольчик, чтобы вы стали нашей новой панной. И чтобы шатапом сделаем, мы обещаем. Антон напишет в... Я не знаю, что это шатап. Это, типа, передать привет. Ага. Да. Но мы это сделаем. Ну, если тебя попросят, Улян, передай нам привет, мы, конечно, тебе скажем. Хорошо. Если вы хотите, то это помните. И... Уляна вам передадет привет. Да. Я сама. Да. И еще если вы хотите поставить лайкосик, потому что... Потому что мы понимали, что вам нравятся эти видео, и мы больше будем занимать. Да. Ну, все, пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.